Сейчас мы в Красноярском крае и будем собирать их грибы. Красноярские, не наши, хакасские. Как обычно, едем по деревням, повесям. Вот такие вот колоритные домики еще остались в деревне Никитина. Старенькие еще со ставнями. Какие-то уже вот отделают, но мне больше нравятся вот эти вот старые дома, которые со ставенками. Хотя уже пластиковые окна во многих домах поставлены. Ну, здесь вот несколько лет назад были большие пожары. До сих пор вон еще ветки. Ну, получается, нижний ярус леса, он практически весь сгорел. Даже вот у больших сосен, даже ветви нижние обгорели. Здесь было раньше не так. Здесь вообще дорога была как будто в зеленом тоннеле. Вот здесь вот последствия пожара очень сильно видны. Это как раз напротив города Сайоногорск, на другой стороне Енисея. Тут вот выгорело все вообще. Вот остались только вот эти. Ну, это уже не то, что они остались, вот эти березки, да, осинки. Это уже новые выросли. С того времени, как произошел пожар. Все вот эти вот люди собирают опята. Уже собрали? Да, уже, наверное, собрали. Время у нас 12 часов уже. Уже вторая половина дня пошла. Уже, наверное, набрали грибов, собираются. Конечно, полные пакеты. Вот это вот деревня Шунеры. Мне рассказывали, что эта деревня полностью сгорала в начале 20 века. А нам надо на Суботино. Вот это вот страшное сооружение. Это бывший пост ГАИ. Очень теплый сентябрь стоит. Сейчас вот смотрю, 18 градусов показывает на этом. Ну, на машине термометр есть, грубо говоря. Вот 18 градусов тепла показывает. Не знаю, насколько он врет, не врет, но, по крайней мере, на улице довольно-таки тепло. Ночные температуры, конечно, опускаются там ниже. Но минусовых нету. Да, кстати, нам надо куда-то вот, наверное, вот это вот перелески. Надо сейчас остановиться, да посмотреть. Так, приехали мы в перелесочке тут. Такие недалеко остановились от дороги. Вообще, мы приехали посмотреть белые грибы. Хотя бы, хотя бы намек на них. Я уж не говорю, что мы их наберем там или что. Хотя бы посмотрим, есть они тут или нет. Потому что, если они тут были, их будет видно. Это будут старые или еще какие-то. Это, как бы сказать, задел на будущее. Потому что мы собираемся, как бы, основательно на них охотиться. В следующем году, возможно. Ну, посмотрим, пособираем, если что. Короче, если что-нибудь наберем, в любом случае соседям отдадим. Ну вот, пока белых грибов мы не нашли. А вон еще, кстати, вон под тем деревом еще опят. Но нашли опенок. Вера, вот руку поставь. Вот такой вот опенок. Огромный, блин. Вот. Ну тут еще есть опята, конечно. Вот еще один. Вот еще один. Вон. Вот тут еще. Но они уже старые, наверное. Вот еще. То есть опята-то мы нашли. Но мы, собственно говоря, так-то не за опятами приехали. Вот еще опята уже переросли. Абсолютно лопухи такие огромные. Самый парадокс в том, что он не червилый. Такой огромный и не червилый. Ну вот, был найден черный груздь. Вот, смотрите. Вот такая штучка. Но даже их тут два. Вот еще один в папоротнике сидит. Может кто-то их не собирает. Но на самом деле они, если набрать, допустим, именно черных груздей, они при засолке становятся малинового цвета. Довольно-таки интересный. По вкусовым качествам они, конечно, уступают. Груздю настоящему или мокрому, как его еще называют, да? Но все-таки их, может быть, даже стоит брать из-за того, что у них такой интересный цвет. Собака. Я думаю, кто там ходит? Собака ходит. А вот и собака. Привет. Лаечка, что ли? Или помесь. Все, довольный бежит. Сейчас не отстанет. Довольный. Все, пришел. Здорово. Ты что, потерялся? Так, да, обнюхаем. А слушай, у меня ничего нету даже, вот понимаешь. Да нет, ты не лайка. Ты не лайка, ты этот, не углядели. Порода не углядели. Ну нет ничего. Нету ничего. Видишь, там только грибы. Еще опята, но все это старые. Ну тут было, да, вот порядочно. Никто их не собрал в свое время. Нашел подберезовик старый тоже. Но это хоть похоже уже ближе к белым грибам. Но пока белых еще не видно. Не нашли ни одного, хотя бы даже старого. Нам-то без разницы. Нам лишь бы, блин, что-то найти. Даже можно и старый. Вот интересно, черви есть в них, нет? Ну, в смысле, они испорченные, нет? Ну-ка, один какой-нибудь отрежь. Нет, абсолютно нормальный. В этом лесу грибов не обнаружено. Сейчас возвращаемся к машине. Поедем дальше. Может быть, еще где-нибудь посмотрим. Вот сидит рядом с машиной. Он от нас ушел и нашел машину по запаху. По-нашему, видимо. Мы ему говорили, что у нас ничего нет. Ну, правда, у нас с собой ни хлеба, ничего не было. Он говорит, ладно, хорошо. С собой нет, я приеду к машине, буду ждать. Бежал. Сейчас что-нибудь дадут мне. Сейчас что-нибудь дадут. Да, привет, привет. Вот такие пироги. Видишь, что? Вот такое приобретение. Куда мы это приобретение девать-то будем, а? Там народ ходит чей-то. Ну, я понимаю, что он чей-то. А он с ошейником, кстати, нет? Нет. Без ошейника. Ну, вот, надо же к нам опять прибиться, а. Что такой довольный? О-о-о-о. Он букву... Ой, голодный, ё-моё. Обалдеть. Что нам попадаются с тобой, Вера, голодные абсолютно собаки? И вот как мы его кормить-то будем? У нас больше ничего нет, да? Ну. Сейчас, 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 маленький. Офигеть. Вот знаете, что охота сказать? Не выбрасывайте собак. Они потом вот так вот голодают. И вот непонятно, что с ним делать. Ну, он слишком большой. Нам он никуда. Ну, вот сейчас покормим хотя бы. Будет ему немножко подкрепиться, да и всё. Поэтому он нас и ждал. Нашли опята, всё. Собака осталась там. Хорошо, что она за нами на дорогу, на трассу не побежала. Ничего. Две булки хлеба съел. Даже не заметил, как он их съел. Воду пить не стал. Ну, на самом деле, здесь очень много деревень рядом. И... Я думаю, что он с какой-то деревней, скорее всего. Там народ ходит. Там ещё и народ ходит. Может быть, ну, не знаю. Может быть, деревенских собак так сильно не балуют кормёжкой. Так что, может быть, и так. Ну, собственно говоря, собаку накормили. Сейчас попробуем ещё в одно место заехать. Тут где-то, по-моему, должен быть поворот. Вот такое вот озеро. Слушай, Вера, довольно-таки большое оно. Вообще. Поросли берега, конечно, вот этой вот тряской, травой. Я не знаю, но рыба вроде бы есть. Потому что вон стоят вот эти вот рогатульки. Народ рыбачит. Тишина. И тепло. Тёплая. Тёплая вода? Да. Хоть купайся. Огромные стрекозы летают. Вот эта вот она сейчас большая. Она туда приземлилась просто. А вообще стрекоза большая. Тут такая в траве прогалина. Наверное, выплывают на лодках, что ли, туда. Ну, вот здесь такие тополевые посадки. И сейчас будем искать грузди тополевые. Тоже должны, наверное, быть. Это что, тоже? Вот они, да? Да. Вот эти вот. Вот, да, грузь тополевая. У него даже вот эти вот кольца концентрические, как у всех груздей. Но он старый. Мы его посадим. Мы его посадим. Ещё нашли. Вот эти вот, может быть, нормальные. Вообще хорошие. О, шагеть, вообще классные. Вот такая вот есть штука в тополях. Вообще прикольный. Очень хрустящий груздь. Но его только надо это. Очень долго вымачивать. И так как вот тут песка очень много. Ну, вот эти тополиные посадки, они в песке. Поэтому его приходится... Вот, видите, какой он сильно в песке. Его вымачивать, чистить надо. Там им очень много мороки. Вот смотрите, как прячется. Прячется ведь вообще. Не найдёшь. Пороешься, раз, вот он. И всё это вот примерно в одном квадратном метре. Ну, пару квадратных метров пусть. Вот, всё. Ну, этот немножко подъели, но они там, там, наверное... Нет, весь съели. Весь съели, да? Угу. Ну, значит, придётся зарыть тоже. Зарыть, чтоб на следующий год ещё выросли в этом месте. Продолжаем двигаться в сторону Субботина. Грибов мы особо... Белых грибов мы не нашли. Вот, нашли там грузди тополёвые, чёрные грузди нашли, да? Но вот белых грибов зачем ехать? Вот раз мы не нашли. Пополнили в магазине запасы хлеба. И теперь дальше двигаемся в сторону тайги. От Субботина. Ну, сейчас ещё по деревне проедем. Посмотрим, что за деревня. Как здесь живут люди. Всё-таки вот те деревни, которые под... Где-то вот ближе к тайге, мне кажется, они ухоженнее всё-таки, чем в степи. Вот ездишь по степи, там абсолютно неухоженные деревни. Абсолютно. Кедры растут. Каждый раньше садил у себя кедры. В этом... В палисаднике. Кедры ели. Кедры ели, цветы. И... Если я не ошибаюсь, нам сюда. Мы в Средней Шуше. Буквально от деревни тут, я не знаю, 200 метров от последних домов. И здесь сплошной, абсолютно сплошной кедрач. Сплошной кедровник. Тут больше ничего нет. Стоят вот эти вот вековые кедры. Смотрите, шишка просто так валяется, кедровая. Вот сейчас только будем. Все в смоле. О, неплохая такая шишечка. Вот я уже три нашел. Абсолютно не отходя от машины. Опа! Насобирал вот эту вот кучку. Это, наверное, где-то за минут 10. Просто походил здесь. Вот столько шишек. Вот какое толщины дерево. А, и смотрим, какое оно высоты. А, оно, кстати, там оно тройное. Вот река большая, шушь. Так прям, речка-то неплохая на самом деле. О, вера тут камешки собирает, если следует. Вот такая речка. Вон рыбаки стоят, кстати. Вон мужики стоят, рыбачат. Значит, харюс есть, если рыбачат. Просто замечательный мостик через речку. О! Шатается. Сейчас попробуем пройти наверх. Если у нас это получится. Такой вот ручеек здесь. Сейчас мама Вера перепрыгнет. Во! В идеале бы вот на эту горку залезть. Это вообще был бы идеал. Не знаю, как мы с тобой, мамка, сможем это сделать или нет. По скалам тут не заберешься. Надо вот здесь где-то с боковым вот этим вот. Пойдем попробуем или что? Не можешь? Плохо? Поднялся на возвышенность. Вера там дальше не смогла, чуть осталась. Чуть дальше сидит. И вот деревня Средняя Шуш, село. Вот вся с высоты птичьего полета. Деревня в тайге. Со всех сторон тайга. Охренеть! Вот это круто! Простор такой! Простор, свобода, воля! Вот так вот здесь живут люди. В тайге. За орехом ходят. Грибы, ягоды собирают. Ребятня бегает. Все как везде. Вот такая вот речушка вытекает из этого лога. Большая, правда большая. А эти луга возле нее как будто бархатные. А вот она, Вера, сидит. Отдыхает. Сейчас я к ней спущусь и пойдем к машине, уже поедем домой. Время уже много. Мы вот с Верой заметили такую закономерность. Когда люди собирают опята, они их ищут почему-то на березовых пеньках. Нет, это все правильно. Но они их ищут только на березовых пеньках. Получается, бывает так, что ходишь, смотришь. Пенек березовый. Ну или береза. Они иногда из-под березы прям растут. Возле березы срезанные опята. А тут же буквально метр, я не знаю, вот так вот отошел чуть-чуть. Шаг сделал, все. Они уже не срезаны. То есть рядом растут опята обычные, а люди их не видят. Или они думают, что опенок не может расти, как сказать, просто на земле. Но он не просто на земле растет. Там в любом случае внизу есть палочка березовая какая-то, которую засыпало уже хвоей. Или чем она уже подгнила. И как бы все. И вот он из этой палочки и растет. Вот, допустим, вот опенок. А, вон, вот еще опята. Сейчас покажу, как это на самом деле выглядит. Вот, смотрите. Вот они растут. Вот, так скажем, не на пеньке, а нигде. А вот просто и земли растут. Но там, под землей, там 100% есть какая-то березовая палочка. Мы проездили столько километров. Проехали. И, в конце концов, не сильно далеко от дома, снова вот по своим местам нашли опята. Ну, сейчас срежем. Вер, не уходи, пожалуйста, иди сюда, солнышко. Или вообще срежь их, а то я что-то не могу снимать и резать. Почему? Я не знаю. Целился, целился, что-то так у меня не получилось. Я вот первый раз такой вижу опенок. Гидра. Не знаю, я вроде не видел никогда такой. Бывают же такие вот. Вот так они размножаются. Да, да, почкованием. Вон они сидят. У тебя под ногами. Угу. И вот, смотрите, как оказывается, наши грибы никто не собрал. Они, оказывается, вообще никому не нужны. Ваши, нет? Тьфу. Как бы то ни было, мы что-то там набрали. Ну, нам этого хватит. С лихвой. Потому что зачем уже много бы грибов? Это так ради спортивного интереса. Так, вылазка за границу, в принципе, удалась. Ну, ведро набрали. Почти что, опят. Белых грибов мы не нашли. Шишек набрали кедровых. Дальше поедем домой. Нам еще ведро грибов перебирать. Все. Да, и жарить. Всем пока. Картошечкой. Вкусненькие, да? Да. Грибочки. Картошечка своя. Лучок свой. Вкусненько. Салатик сделаем. Да? Да. Все. Пока. Летям в гостиницу, привезем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова